На улице Мицкевича, 56, ремонт дома начался в декабре прошлого года и уже подходит к своему логическому завершению. Строительно-монтажные работы проводят порядка 30 человек. Работы были начаты в декабре. Было сделано в районе до 1000 квадратов штукатурки. Сделали усиление балкона. В основном фасадные работы, работы по укреплению всего того, что сыпется. Зимой подвела погода, поэтому темпы, конечно, зимой были плохие. В принципе, сейчас тепло, всё, можем работать. Я думаю, в сроки мы успеем. В 2021 году планируется провести ремонт жилфонда на 28 объектах разного типа сложности. Эти объекты общей площадью 120 тысяч квадратных метров нуждаются в комплексной реновации. На данный момент один из них уже сдан в эксплуатацию. На 13 ведутся ремонтные работы. Адреса этих домов находятся не только в центральной части города. Пережить реновацию предстоит и домам на Востоке и Речице. На данные цели в текущем году направлено порядка 16 миллионов белорусских рублей. Из них 7 миллионов из городского бюджета запланировано. И 9 миллионов – это планируемое отчисление населения, которое мы с вами начисляем. 28 объектов жилых домов, которые в текущем году, из них в настоящее время один объект уже введен в эксплуатацию по результатам первого квартала. И 13 объектов, 13 жилых домов на сегодняшний день в стадии ремонтных работ. Представители местных ЖСов предварительно обследовали каждый дом. На основе этих заключений они смогли выявить проблемные участки. И так, по каждому адресу удалось сформировать перечень основных видов работы, а также заложить необходимые для этого денежные средства. Состав капитального ремонта, виды работ, они у нас определяются на основании обследования, после чего разрабатывается проектная смертная документация и получаем положительное заключение государственной экспортизы на эти объекты. Основные виды работ, которые входят в капитальный ремонт, это капитальный ремонт кровли, фасада, отмостки, входных групп, замена оконных и дверных заполненных местах общего пользования, ремонт балкон, ремонт инженерных сетей по подвалу, замена элеваторных узлов тепловых пунктов, установка автоматической регулировки отопления. Строительно-монтажные работы на других объектах, которые нуждаются в комплексной реновации, будут проходить планомерно с учетом поступления финансовых средств и возможностей строительных организаций. Продолжение следует...